Анастасиевское сельское поселение – одно из самых красивых и благоустроенных не только в Славянском районе, но и в Краснодарском крае. Оно достаточно густонаселенное. В станице Анастасиевской проживают без малого 11 тысяч человек. И в хуторах Ханьков, Прикубанский и Урма еще более 1800 жителей. И о каждом из проживающих в поселении здесь заботятся не на словах, а на деле. Для движения вперед, которое в поселении никогда не останавливается, очень полезно проанализировать все сделанное за 2022 год и в случае необходимости внести необходимые коррективы. О том, что удалось сделать в прошлом году, глава Анастасиевского сельского поселения Александр Семко на расширенной сессии совета доложил жителям и депутатам. В докладе главы было сказано, что за минувший год поселением выполнены плановые показатели по формированию бюджета. Собственные доходы выросли на 13 миллионов 288 тысяч рублей. На выполнение мероприятий по благоустройству, жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности дорожного движения за год было израсходовано более 33 миллионов рублей. Основные расходы были произведены на ремонт уличной дорожной сети. Их объем составил более 24 миллиона рублей. Основными программами, исполнение которой осуществлялось на территории поселения, стали капитальный ремонт асфальтобетонных дорог и ремонт дорог общего пользования. Выполнен частично капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Пролетарской от улицы Красного до улицы Краснодарской протяженностью 550 метров. Хочу сказать, что данный объект разделен на два года. Окончание работ запланировано в марте-апреле этого года. Выполнено устройство тротуара в микрорайоне ПМК-5 от улицы Красной на квартирным домам 38, 39, 40. И выполнено устройство тротуара также в микрорайоне ПМК-5. Это к детской школе искусств. Также было обустроено 580 метров тротуара по улице Советской в Станице. Более 4,5 миллионов рублей пошло на устройство и ремонт уличного освещения. Свыше 5400 кубометров щебня истрачено для обустройства щебеночных дорог. Сделано было много и результаты видны всем. Приобретены и установлены детские карусели на сумму 394 тысячи рублей. Установлен памятный знак Ерюблен Анастасиевскую. И эти оба объекта были профессионализированы районным бюджетом. Также за счет средств районного бюджета приобретены саженцы липы для микрорайона, где находятся дома Сира. Установлены работы по устройству в контейнерных площадках, накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения в количестве 8 штук. Благодаря участию в целевых программах удалось обеспечить благоустройство на более высоком уровне. Глава Славянского района Роман Синеговский положительно отозвался о работе главы поселения и его команды. Здесь не упускается из виду ни одно важное направление работы. Я хочу сказать спасибо всем землякам, которые здесь присутствуют, потому что послушал доклад и вижу, что много объектов выполнено. Слышите вы, что есть желание и в Ханькове клуб построить, но есть вопросы многоиграющие. И хороший руководитель их запускает, и монотонно ими занимается. Есть и вопросы, которые быстрее решаются. Но в целом надо работать. На сегодняшний день идет проектирование очистных сооружений. Штаб по поддержке наших мобилизованных. В Анастасийском сельском поселении работа поставлена на высоком уровне. Поэтому спасибо организаторам этого штаба. Спасибо тем, кто принимает участие, волонтерам. Ну и конечно спасибо тем, кто сдает туда либо денежки, либо какую-то гуманитарную помощь. Потому что на сегодняшний день задача номер один. И в районе стоит у нас задача такая. И в целом вы видите политику в нашей стране. Это помощь и поддержка мобилизованных. Также он рассказал о том, что было сделано в минувшем году по социально-экономическому развитию муниципалитета. В поселении еще, конечно, есть нерешенные вопросы, но они постепенно решаются. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что депутаты районного совета сделали все возможное, чтобы поддержать динамичное развитие сельского поселения. Мы на протяжении всего отчетного года очень тесно взаимодействовали с администрацией нашего поселения, специалистами, с хозяйствующими субъектами, которые расположены на территории нашего поселения. Проводили ежемесячные приемы граждан своих избирательных округов. Мы держали руку на пульсе всех проблем наших избирателей. И стараемся оказывать всяческую помощь в рамках своих депутатских полномочий. В почетном периоде мы выделили депутатские средства из резервного фонда главы района, образовательным нашим учреждениям, спортивным школам, детским садам и другим учреждениям. На общую сумму более 270 тысяч рублей. В завершении расширенной сессии было названо имя нового почетного жителя Анастасиевского сельского поселения. Им стала Ирина Михайличенко, заведующая 50-м детским садом. На виду всех жителей прошла вся моя рабочая деятельность, поэтому для меня Анастасиевская – это реально моя маленькая родина, которой я горжусь, для которой хочется отдать все, что ты можешь, можешь отдать все свои силы, все свои желания. Моя профессия – это профессия, которая предполагает полную самоотдачу. В ней не бывает людей случайных, они не задерживаются в этой работе. И воспитать из маленького человечка, настоящего человека, патриота, гражданина – это действительно труд, большой труд, нелегкий, но он благодарный. Она высоко оценила неравнодушие и работоспособность главы поселения. Благодаря ему удается добиваться реальных успехов. Он самый лучший, он не один из лучших, он самый лучший, потому что человек, который никогда тебе не откажет в помощи, которая нужна по работе, человек, которого знают все жители, и он знает всех по именам, таких людей найти, это очень редко. Он живет своей работой, он отдается на все 100%, поэтому на него смотришь и для себя делаешь выводы, как нужно работать. Поэтому это такой ориентир по жизни, который нужно на него равняться всем. Наше поселение такими является благодаря, конечно, Александру Германовичу в первую очередь. Сейчас у меня в коллективе появляются люди, которые приезжают из других мест. Они все восхищаются тем, насколько наша станица благоустроена и комфортна для проживания. Очень многие люди, которые приезжают, ищут по району, куда приехать, и останавливаются именно здесь, потому что у нас реально каждый год можно видеть какие-то изменения в благоустройстве и создании комфортной среды. Власть на местах взаимодействует с жителями и отлично знает их нужды. Анастасиевцы не остаются в стороне при решении общественно важных проблем. Это взаимопонимание и сотрудничество помогают общему делу. По итогу расширенной сессии депутаты единогласно признали работу главы администрации поселения удовлетворительной. Анастасиевцы довольны тем, что живут в поселении, уровень комфортности в котором отвечает современным требованиям. Работы по благоустройству будут продолжены в 2023 году. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».